Ребят, небольшая викторина. Угадайте, сколько этому цыпленку дней? 370 грамм. Давайте, чтобы не быть голословным, я возьму другого еще одного. Вот, допустим, вот этого. 440. Какие будут предположения? Сейчас мы расскажем вам. Вот этого взвешивали? И вот этого, да, наверное? Не знаю. И посмотрите, они не дико отличаются от всех остальных. Если в партии процентов 10 птицы, которая вообще не растет, мы считаем, что это еще в пределах допустимой нормы. Бывает всякое, сами знаете, это бройлер. Кто-то растет, кто-то не растет. Но если это такое вот отсутствие роста наблюдается в партии у 30%, то мы считаем, что есть там какая-то еще дополнительная причина, помимо того, что они вот такие вот особенные. Друзья, всем привет. Сегодня у нас 20-й день кормления маркормовским комбикормом, да, нового образца вот этих цыплят. Они рассажены были. 80 штук сейчас здесь сидит. Было здесь 3 потери, значит, 77 уже. И 119 минус 2, 117 в брудере. Вот здесь в брудере. 117. Есть, да? Ну, приблизительно здесь 117, насколько я мог посчитать. Вот, возможно, там другое количество, но ориентируюсь около 200, короче говоря. Вот. Когда я буду пересаживать с того брудера вот на этот верхний ярус, когда вот уберем этих вот брудеров, я тогда уже более конкретно посчитаю. Здесь я слежу, здесь вот 77 точно. Так, значит, впечатления какие? Ну, впечатления на поддолье, смотрите. Видно, нет? Угу. Вот пыль, которую они выгребают из кормушек в поисках чего-то более крупного. Такая картина наблюдается в этой вот, на этом ярусе клетки. И такая же картина наблюдается у нас на поддоне брудера. Видно, да? Да. Вот такого при грануле марковровской, при старом, да, варианте, такого не было. Вот. То есть, они просто роют клетки в этих кормушках и пытаются что-то, видимо, найти покрупнее. Не могу объяснить. Посмотри, в кормушке как выглядит корм. Вот эту покажи. Ну, очень... Красных ламп, не знаю, видно ли. Очень, очень мелко. И вот, получается, они, вот смотрите, внизу, вот. Ну, пылище, видно, нет? Вот, смотрите, рукой я вырошу. Ну, они выедают до половины кормушек и все. И перестают есть и ждут, когда я им насыплю что-то поновее, посвежее. И вся пыль, получается, осаждается вот в нижней части кормушки. И, в общем-то, куда это девать, непонятно. Маленькие, они выедали все. Вот в брудре, когда сидели. Сейчас начинают оставлять уже вот эту пыль. Не знаю, в общем, как это все будет выглядеть дальше. Значит, нам могут сказать, что... Ну, кормите ПК-5-2, да? Там, вроде бы, на сайте информация, что они сохранили гранулу. Но я уже говорил, что в наш регион 5-2 не возят. Специально я его не заказывал 5-2, потому что думал, что 5-1 гранулу. Потому что 5-1 гранулу с гранулой до 25 дней проблем вообще не возникало никаких. Но здесь оказалась крупка, и вот такие проблемы. У нас идет перерасход корма. Ну, я не считал специально, но вот чисто визуально, по опыту предыдущих партий, я вижу, что перерасход идет. Но мы это потом уже в конце партии, где без кредитом подведем, будет понятно уже, да, более конкретно. Птица визуально отстает. Сейчас мы взяли весы. Значит, они 26-го вывелись ноября у нас. Сегодня 16-е декабря, то есть 20 дней им. Вывод был 26-е, 27-е. Так что можно считать, что часть 20 дней, а часть 19 дней. Так, касаемо температурного, влажностного и вентиляции режимов. Эту партию я выращивать стараюсь максимально с правильной температуры, так скажем, как положено. То есть, сейчас вот у меня они подогреваются двумя красными лампами. Температура 25 почти градусов. Вот датчик висит, то есть под лампами теплее. Они сами могут здесь регулировать свою температуру им комфортную. Да, они вот большинство, если вы видите, ушли в тень, так скажем. То есть, никто не замерзает, все довольные, все веселые. То же самое в брудере. Что не скажет, что-то о этой птице, которую, если мы, может быть, в этом ролике, может быть, в отдельном покажем. Я пытался понять, какая минимальная температура, возможно, для нормального выращивания бролера, да, вот в наших условиях. То есть, они росли. Вот нижний ярус рост при температуре где-то 14 градусов, наверное, может, бывало даже, ну да, 14, где-то так. Верхний рост при температуре 18-20. Они подогревались у меня тоже лампами вот такими. И что могу сказать, в принципе, выросли все. Падеж был от водянки и здесь, и здесь. Короче, по водянке это, наверное, отдельная тема для разговора. Падеж, что-то не делай, все равно есть в каждой партии. Вот в прямом смысле, что-то не делай. Или делай, как я делал, да, там, допустим, в предыдущей партии был падеж от водянки даже больше, чем в этой, в которой я вообще не делал ничего против водянки. Загадка, короче говоря. Вот. Так. Эти подросли, вроде бы, как бы, они побольше. Но и незначительно. В общем, по температуре я кое-какие выводы сделал. Конечно же, желательно делать температурный режим как положено. Соблюдать его, да, табличные значения. Но, в принципе, допустимо и некоторое понижение температуры. Они, в принципе, переносят нормально. Вот. Ладно, не об этом. Давайте мы, значит, вот с этим разберемся. То есть, будем считать, что оптимальный режим у них по температуре, по влажности. Влажность здесь, ну, присутствует, но не такая критичная. Вот чуть-чуть есть у нас на стекле. На стекле чуть есть испаренная. Ну, потому что похолодало на улице, сейчас минус 4. Вот она проступила, как бы. Но окна открыты постоянно. Вот это окно открыто. И те два окна тоже так же. Вот на такое же проветривание открыты постоянно. Принудительную вентиляцию я до сих пор не сделал. Так как, говорю уже который раз, если я здесь сделаю принудительную вентиляцию, то мне нужно будет раза в три, наверное, увеличить затраты на обогрев этого помещения. Что, в принципе, тогда сведет на нет весь смысл занятия этим вот бизнесом-дроллерным. Потому как будем только платить за отопление этого курятника, грубо говоря. Так что пока я ничего не меняю. Хотя, да, у меня в планах обязательно вентиляция будет здесь. Ну, не в планах, она будет. Вопрос, когда. Но мы до этого вырастили такую же партию, в принципе, в таких же условиях. И при уже пониженной температуре на улице. И, в принципе, как бы все нормально, относительно, да? Поддержит водянки присутствует в любой партии, еще раз повторяю. И у нас он никуда не делся, к сожалению. Так, значит, давайте нам сейчас развесим кого-нибудь, чтобы не быть голословным. Вот, допустим, крупный, да, довольно-таки, относительно других. Сейчас, если не включу. Давай мне или что? Дальше, а мне это включу лучше. Тихо, орел. Не улетай от нас. Там он, мне кажется, попытается тоже кто-то сбежать. Так, все, давай по нулям. Ну, вот это безобразие. 490 грамм. 20 дней. Должен быть 770-800. Вот крупный, папа. 600. То есть оставание где-то 200 грамм вот у этого. Ну, а мелких я даже боюсь взвешивать, честно говоря. Сейчас кого-нибудь поймаем. Так, ну это не совсем мелкие. Ну, есть не для чего, смотри. 400. Воробей вообще. В 20 дней 400 грамм. Вот такие две недели, мне кажется, были. Вот так вот, ребята. Ну и что там Марк Кормин говорит, что вы зря преждевременные выводы делаете по поводу качества нового нашего корма. Кормите, не бойтесь. Да, кормите. Вот кормим, да. Не боимся. Не боимся. Мы еще просроченные пока не довольны. Ну, как мы предполагаем, что это просроченные. Скорее всего, это свиной просто-напросто. Так, понаблюдая за фотографиями свиного комбикорма, мы думаем, что это свиной. Так, улетел, голубчик. На самом деле, тенденции висла. Ладно, давай, понятно. Да, давайте из брудера возьмем. Здесь-то тепловой режим вообще более чем в норме, правильно, брудеру? 450, да? Да. Ну, давай большого, вот большой. Большой. Самый на большом. Да, наверное. 555. Ну, форшит слезы, да? Это фиаско, братан. Это фиаско на 200 головах. Нет, ладно, это мы, конечно, их вырастим на своем там корме, продерживаем их трое-три месяца там или больше. Но... Вообще-то у нас новые крутички, груди, инкубатеры. У нас же зациклены все. Нам нужно вывести предыдущую партию до того, как надо будет переселять следующую, да, понятное. Соответственно, если у нас по срокам все это сместится, то нам некуда будет сливать тех, которые будут подрастать. Ну, в любом случае, время это деньги тоже, тоже понимаешь. Да, так, вон большой, давай, вот я вижу самую крупную. Тихо, не прыгает, ты видишь, уже на лампу, не прыгает. Да, не прыгает на лампу. Вот, мне кажется, такие и должны быть, да? А, нет, нет, не больше, не особо больше. 660, он должен на 100 грамм быть больше, минимум. Короче, отставание явное, да, вот всем понятно это уже. Но нам-то давно понятно, я еще в 14-х взвешивал, было отставание. Вот весы, я их взвесил, они, короче, отстают. Ну, их и по ним и так видно, что они отстают. Так, ну, вот, допустим, вот мелкий, да, маленький. 250 грамм. Ну, и давайте вот приблизительно такой, какой должен он быть в этом возрасте. Вот, 343. Сейчас 20, отставание сохраняется. Я все-таки думаю, что по причине... Вот даже подожди секунду, все выхлопал, я хочу показать, видно будет, нет? У них 24 градуса. Вот, 24-4. Это при условии, что ты сейчас все выхлопал. Да, ну, там, да, у него где-то 26 там держится, так вот, 27. Здесь пониже, потому что температура... Ну, так веса такие же, Саш, ниже, не ниже. Ну, да. Так, что еще сказать? Помет специально не чистили, чтобы показать вам вот то, что на нем остается, да, пыль, которую они просто выбрасывают. Когда была гранула, гранула старая, маркоровская, ну, практически не было ничего. Они гранулу не выбрасывали, они спокойно ели. А здесь они ее роют, кормушку роют, короче говоря, пытаясь найти что-то покрупнее, я так понимаю. Не высыпают, все на пол, на поддон. Я здесь все пропылесосил, уже третий раз сегодня за ним. Так что такие дела. Ты обратил внимание, ты держа не было больше на этом корме, чем обычно, например? На этом? Да. Пока нет, не могу сказать, что там подавили у меня, когда я их, перед тем, как рассадить, задавили три из-за скучности. Из-за скучности, да. Из-за скучки. Там у меня слабенький погиб, вот один, и здесь трое за все время, то есть за 20 дней. Ну, то есть никакого там увеличенного падежа пока нет. Что дальше будет, посмотрим. Кормушечку поднесу обратно. Ну все. Кстати говоря, вот смотрите, я что еще добавил в клетки. Видите, экраны такие сделала. Вот здесь, везде. Теперь у меня на полу, можете посмотреть, нет ни одной какашки. А, какашки. Какашки, да. Корм просыпает немного, но какашек нет. То есть у меня здесь под конец партии были, знаете, такие старые заскорудные наросты какашек. А сейчас ничего не падает, потому что все вот остается там. Экраны не дают препятствовать попаданию какашек на это самое, на пол. То есть они вылетали вот так вот по касательной, да. А сейчас, если что-то вот здесь просачивается, вот видно, оно все на поддон попадает. Все равно, потому что поддон с выносом. То есть вот такое совершенствование позволило мне сохранить в чистоте пол. И в кормушках нету какашек. Да, и в кормушке, да, не попадает самое, что ценное. Я не сказал, все правильно тут подметила, что в кормушке тоже не попадает, потому что я два раза в день отсюда помет вытаскивал с кормушкой раньше. Ты будешь кормить просроченным этим маркормом? Да, я буду, а все мне еще остается делать. У меня их 20 мешков, куда мне их девать-то? То есть они вообще перестанут расти. Ну, знаете как, бройлер вырастет. Мы это уже летом показывали с подкидышами. И он на зерне нацельно вырастет. Вопрос времени. И вопрос потом качества тушки. То есть, если это будет длительный период, то, соответственно, тушка будет более жесткое мясо иметь. Вот. Посмотрим. Посмотрим мы. Как бы, в любом случае, завершать-то мы будем все равно на зерносмеси. И птица у нас в качестве не пострадает в плане там вкусовом и экологичном. Так, ну все, ребят, на этом. Рассказали, показали. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Жмите в колокольчик. Всем пока. Ну вот, смотрите, вот эта пыль они оставляют. Ждут, когда им насыпят хотя бы частично крупки. Здесь то же самое. Ну, по всем кормушкам, короче. Ну все, я не мучаю птицу. Она у меня сидела целый день. Вот со вчерашнего вечера я ей ничего не подсыпал. Кормушки были наполовину. Ну вот она не может это есть. Может быть и хотела бы, но не может. Так что я все это высыпаю сейчас. И насыпаю новую порцию какой-то части крупки и какой-то части пыли. Не нравится тебе такой корм? Ну вот. Ну вот.